Аюшки, всем я к вас, это Том Клэнсис, Кострый Кон Вайд Лэндс Фэллин Годс Господи, вот название-то напридумывали Как обычная игрушка выпадает и я на некоторое время сбиваю на неё Вот Так, это какой-то у нас источник повстанцев Чё он нам скажет? Наверное там, где можно найти оружие новое Поэтому давай попробуем слетать, съездить Ух ты, самолёт в воде стоит Вот Зелёнку, как вы видите, я не проходил потому что, честно говоря, не до неё было Вот А потом нам надо бивать ещё парочку лидеров Мы с вами прошли ровно 30% Не больше, не меньше Ух ты какой А как нам до туда добираться-то? Можно в принципе И вплавь почему бы нет На такой-то шикарной бандурине что это стол и что-то будь ну будь так буй сейчас выезжаем и по прямой да у нас почти 80 серий насколько я понял по только это игрушки сейчас скажу 70 до около семидесяти пяти наверное но уже к восьмому десятку приближаемся лодочка что с тобой вот и я не знаю когда это закончится нет можно все прекратить сказал что это ну жопу я этим больше заниматься не буду но с другой стороны а почему нет раз уж я начал многим играм я могу сказать обратное типа ну не интересно скучно еще что-то а вот это что-то вот прямо даже про не так вдохновлял про и чё там 22 серии получилось больше не хочу не хочу проходить чтобы делать новые из этих концовки еще что-то нафиг надо вообще а здесь что-то прям тянет чё-то тянет я не знаю почему ну ладно да не забывайте ребята подписываться на канал то я все говорю говорю а вы не не делайте ай-яй-яй приводите друзей подружек может быть даже у кого то даже бывшие жены есть да хорошо что по воде поперлись ну-ка давай посмотрим здесь у нас винтовка снайперская доработанная эстрахерес здесь у нас р-4 эстрахерес камуфляжная раскраска для вектор р-4 а здесь у нас п-227 урбан улучшена санта бланке версия ну окей давай тогда соберем немножко оружие вместо с очками вот так вот надо было самура самого начала а то в этом нарк роуз блин пока дождешься пока то да все а тут уже все есть все знаешь здесь нужно найти важные данные вот причем смотрите скрипты и о срабатывании информации о том что ее надо найти остались еще с прошлой игры то есть с оригинала что как по мнению есть хорошо а а а а тут у 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 какой район а я вышел ну сейчас мне засчитают блин да мы тут со знакомыми друзьями ютуберами играли онлайн игру антурн что-то среднее между майнкрафтом по-моему и различными выживалками типа лававу оу тихо не ключ типа типа кого же еще то сравнить с этим честно даже не помню с чем даже сравнить в глазах картинка есть а так не могу вспомнить название игры ну вот ну так вот там тоже есть вертолетики такого геморроя полете на вертолетики я никогда не встречал нет было было еще старой старой гташки там тоже был геморрой с полетом но нет но не такой не такой управление мышкой наклонами туда-сюда это эпик так надо вот так поставить точку ту сторону мы с вами направляемся очень бесит переключение между видами патрон прицелился и нажал v почему нельзя сразу поменять это во первых время теряется вот это жутко неудобно в чем логика то что он только в прицеле может понять как как надо ему с этой целью разбираться еще запретка бойня какая то я слышу а это не бойня ни фига это как как надо бы конечно вертолет вызвать только я забыл как эй а где вертолет ты эта машина подойдет правда и куда ты мне ее вот ну скажите мне запускают жена только решку этого дел то упырь да верта мотоцикл егерям респалниться только в одном месте это в наркорол больше он нигде не появляется я не знаю с чем это связано че за бред сейчас бы этого пролетающего засранцев словить я бы ему на нем ачивку бы получил так можно здесь подняться кто ж мне скажут выйди из зоны зараза точнее зайди в зону вот мотоцикл бы тут больше всего подошел и и его и Доброе утро! Ну, теперь можно вот эту выбрать. Там заодно и очки навыков. Хотя у меня, кстати, 5 навыков доступно каких-то. Боевой дрон. Боезапас увеличен до 2. Жажда крови. Дрон вспышка, разрывной дротик. Нет, я хочу жажда крови. Но это уже не хватает. Вот это, на самом деле, тема классная. Подлетел. Пункт. И пока они все такие хорошие, давай тут вкачаем. Ну ладно, он так предлагает кислород, давай уж кислород, чтобы не это. Ну вот. Ну, короче. Че-то же говорил. Че-то умное опять говорил, да? Ну ладно. Надо ачивку получить. Вертолет сбив? Ёпти. Вот те ей мечта идиоты. Мне просто даже интересно, что это... Тихо. А, я понял. Туда надо немножко пройти. Чуть-чуть. Отлично. Вон он, засранец, летит. Ну, так нельзя. Блин, ну что-то я даже не помню этого места. Ой, господи. Че ж так долго-то... А, вспомнил. Я вспомнил, как я ходил в Planet Nomads от своей базы. Вот, кстати, заметьте. Ну, правда, понятно, Planet Nomad это не игрушка класса АА и даже не БАА, не ЖЭ. Ну вот. Здесь противник. Там меньше народу работает. Вот. Но здесь из-за прогрузки нет таких лагов сильных. Тут же тоже мир не самого начала, типа. Снайпер на вышке. Нет, я вспомнил эту базу. Вижу вторую цель. Появился один с пистолетами и пулемётами. Ещё один. Это пятый. Снайпер на вышке. Вижу цель с пистолетами и пулемётами. Что? Появился один с пистолетами и пулемётами. Вижу десятого. Вижу цель с пистолетами и пулемётами. У нас здесь турель. Всего пятнадцать. Появился один с пистолетами и пулемётами. Давай это сделаем. Ясно. Передаём данные о расположении врага. Последний. Ясно. Выбегаюсь. Цель получена. Одним врагом меньше. Так. Вот, кстати, в ван турноде как раз таки мы им с ополчанина был Деймос. Хобос и Деймос. Вы знаете. По пульсару. Сейчас посмотрим, как Деймос стреляет. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Ясно. Цель выбрана. Цель уничтожена. Ясно. Цель выбрана. Все. КОНЕЦ. 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 честно говоря я попал насколько я понял в плечо а он все равно умер как по мне это немного странно так хорошо а ола а Так долго присаживаются? Долго прицелился честно говоря можно было побыстрее сделать это Черт чуть не застукали Эй 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 Какого? Гарбалет отдай Так 5 очков навыка Охренеть Сейчас этот чувак спустится Мы его примем Пока он спускается мы Разрывной дротик увеличим количество 8 штук ребята 8 Я даже не знаю куда их тратить В таком количестве то Что он быстро пасцал Что он быстро попал? Что он быстро пасcing? Как их не знаю? Встречером Ясно, выхожу. Нужна позиция получше. Ясно. Цель отмечать выбран. Что указать? Стреляю. Приляг, отдохни. Порядок. Можно выбрать. Хорошо. Скорострельная хрень. Стоп, тут оружейный ящик. Это... То есть хорошее дело, замечание, чувак. Нас обнаружили. Все нормально. Вроде обошлось. Пока все хорошо. Честно говоря, я в шоке немного от арбалета. Эй, светошумовая. Ух ты. Как это блеснуло. Видали? Ладно. Давай смотреть. Круто. Это мне пригодится. Ай. Давай посмотрим, в чем ее серьезное отличие. Берем вот эту БФГ и сравниваем. Увеличена пробивная способность и точность. На нее, наверное, ничего уже не повесишь, да? Это как ебанет, наверное. Слушай, не, она тихая. Она тихая. А-а-а-а-а. А-а-а-а. Вот хитрые-то, хитрые. Я-то думал, они говно какое-то сделали. Смотри-ка. Очень даже ничего. Естественно, мы не будем с ней ходить, нам нужен тар. Чем повстанцам, где находятся припасы, они тоже нам чем-нибудь помогут. Так, хорошо. А-а-а. Это оружие у нас теперь еще вот здесь вот. Вот через нашу локацию. Да, ну ладно. Я-то думал, обычно делают как-то улучшенные версии. Они вот какие угодно, но, блин, они нифига не улучшенные. Ну, в моем понимании. Мне кажется, там должен быть глушитель, как минимум. Шикарный прицел. Ну вот, еще что-то. Ну, то есть, оружие реально для убийцы, а не вот это вот непонятно что. Не-а. И поэтому я удивлен. Может быть, это наконец-то взялись за ум. И разработчики, и враги наши. Не-а. Ну, хорошо, ладно. Уп. Ну, арбалет меня порадовал. Ну, знаете, эта палка о двух концах, на самом деле, по поводу порадовал. Потому что, если взять, как бы, самый простой пистолет и самую простую винтовку, даже с глушителем, даже не прокачивая навык, что глушитель не снижает пробивную способность и тому подобное, то есть, ну, сделать, так сказать, с самого начала, то все враги, застегнутые врасплох, то есть, скрыто убийство, они умирают с первого, типа, попадания. Ну, вот. Ну, вот. Потом я попал, но не туда. То есть, он меня как минимум два раза заметил, и в последний раз я уже попал точно в него, и он умер. Ну, вот. Ну, и плюс он броневых сносит, ну, броневых, не вот этих, не этих херосов, а вот этих. Единство. Ну, вот. Хересов, я не знаю, что может снести разом. Слышите на крыше. Все? Тревога. Вижу цель, но рядом гражданские. В принципе, много-то не надо. Да ладно. Я брал специально с... Как это? С упреждением, что она по параболической в траектории полетит. Смотрите, оружейный ящик. А, ну, все равно попало куда-то. Как раз то, что нужно. Вот. Вот пистолет Турбан, вот этот вот уже, наверное. Или урбаный, я даже не знаю, как правильно. Точность лучше, шумоподавление вообще не услышишь вообще. Да, выглядит, ну, конечно. Ну, по-моему, его лучше слышно. Ну, ладно, хрен с ним, не будем застрять за этим внимание. А у нас осталось последнее оружие. Вот оно. Р4 Экстра Херас. Ну, и, соответственно, мы сюда передислоцируемся. Получается что? Получается то, что разработчики добавили еще несколько перков, увеличили уровень, максимальный уровень развития до 35-ти пятого левела. И добавили два вида оружия. Три, ладно. Три вида оружия, и то только один из них является реально новым. Это арбалет. Остальное это увеличение количества снэперских винтовок и просто винтовок. Автоматов. Они же автоматы называются. Нет. Мне интересно, что они... Будет ли вообще третья и что они туда добавят? Не хочу я с ними встречаться. А их тут много. Вот. Будет ли третья ТЛС? Если будет, что они туда собираются добавлять, я даже не представляю. Вот. Так, особо что-то на нас внимания не обращают. Как-то это странно. Может, ночью они плохо видят. Вот. И если они опять добавят только несколько видов оружия и... еще одного бандита, это будет очень эпично. Потому что, ну, как это? Столько давить игру просто в принципе невозможно. Эту корову давить и доить. Так, как бы... О, ребята. В принципе, невозможно. Помнится давно еще, когда... Война в Чечне была более активна, в том плане, что про нее рассказывали. Так же часто, как и сейчас про Крым. Показывали солдата-срочников, которые сидят в каком-то окопе. Со снайперской винтовкой. Так, длинные, длинные. В квадрате противник. Я сначала думал, что они где-то откопали старую ПТРД, противотанковую. Эту снайперскую винтовку. Но нет, это мне показалось. Это какая-то... Современная снайперская винтовка. Очень на дальнее расстояние рассчитана. А на ней, прям на ней, была невообразимого размера какая-то хрень напихнута. Трон в полете. Тоже не сразу понял, что это. Оказалось, что это вот таки как раз... Этот. А, смотри-ка, тут невидимый. Давай тогда так. Ну вот. Здесь цельно... И, собственно... Что хотел сказать-то? Вот у них была вот эта вот фигня с тепловым... Тепловой визор. Вот. И вот они рассказывали, что... Во-первых, пока у тебя... Пока ты пришел, допустим, в армию, у тебя хорошее зрение. Так, сейчас, класс, пока чешется. Вот. Хорошее зрение. А если у тебя есть наброска винтовка с тепловизором, то, считай, просрал ты свое хорошее зрение, потому что это очень сильно... Я иду на позицию. Давит на... Наш... Цель отмечена. Ясно, цель получена. Слушай, я что-то слышал. Ступаю в бой. Ему крышка. Очень сажает глаза. Вот. Ну и чтобы такого, типа, говна не было, надо, типа, две минуты посмотрел, две минуты отдыхаешь. Ну, что-то, типа, такого. А, смотри, тоже с глушителем. Ну-ка. Да, на 30 патронов это, конечно, несерьезно. Что у нас там В? С российским прицелом, почему-то. В смысле, полуавтомат? Полуавтомат и очередь? Да ты издеваешься, что ли? Ну, ладно. Экстрахерестик, экстрахерест. Ладно, с оружием мы с вами разобрались. Собственно, надо набрать улик. Давай, пошли сюда. Тут поближе. Ну, не вот. Вот у нашего совзводного, вот справа, который стоит к нам лицом. Ээээ. Винтовка, так винтовка. А то, что нам предлагают. Хрень какая-то. Ну-ка. Местные жители очень религиозны. И наемники используют это против них. Не хочу показаться проповедникам, но их нужно освободить от сил зла. От сил зла? Окей. Экстрахерест держит этих людей в постоянном страхе. Местные считают их дьяволами, которых нельзя уничтожить. Вы можете доказать обратное. Так, ну, тогда, который 500 метров. Так. Интересное. А, ну, если два арбалета взять, это, конечно, круто. Теперь все здесь живут в страхе за свою жизнь. И до сих пор никто не мог дать им отпор. Запускаю дрона. Ну, патроны-то используются одни. Заметил еще одну цель. Дрон охран ты. Они глушат нас. Цель номер три. Это пятый. Замечена цель. Осторожно с гражданскими. О, их тут три аж. Солдат-рэп. В смысле? А, очередь включена. Я уже испугался. Думал, что за... Но он реально тихо стреляет. По сравнению со своими, так сказать, аналогами и конкурентами стреляет. Завидомо быстрее. Порядок. Все хорошо. Не понял. Осторожнее с гражданскими. Не подстрели никого по ошибке. Иду на позицию. Мне надо сменить позицию. Отойди, а то тебя увидят. Вижу цель. Ясно. Цель выбрана. Открываю огонь по гадам. Мы их взбугнули. Отлично. Открываю огонь по этим гадам. Все. Теперь все чисто. Горящие трупы. А, боже, терпеть не могу этот смрад. Когда же это закончится? А главное, тут гражданские стоят, как ни в чем не бывало. Эти припасы поднимут наш авторитет среди повстанцев. Так, давай. Нормально. Здесь трупы. Похоже на массовое захоронение. Это случается с каждым, кто оказался на пути наемников. Да, тут их полно. Пошли дальше. Еще один. А вот и третий. Вот еще один снайпер. Ну, перепрыгивай. Пригнись, ты себя выдаешь. Ясно. Выдвигаюсь. Иду на место получше. Принято. Выдвигаю. Цель получена. Вижу цель. Все готово. Враг убит. Ну и все. Ну, перепрыгивай еще что-то. Такой тупой-то. Тупит, мальца, тупит. Эти гады окопались в церкви. Конечно, местным это не нравится. Что это? Тебя заметят назад. Не заметят. Что это такое? Бертужка единства. Тихо. 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 Затюшки нам на огонь. Аккуратнее, не попади по-граждански. Стой, они тебя заметят. Тарямба, чувак. Так, хорошо. Так, осталась нам третья точка. Сейчас мы тут и сходим с вами. Санта-Бланка уже не так напрягает. Да и единство, честно... Честно говоря, тоже кажется... Не такие уж и серьёзные. Выпустили чувака. И пошли отсюда. Видите, подняться-то... Давай. Клетка открыта. Тоже ему, по-моему, в плечо попал. Кажется, всё чисто. Но всё равно умер. Но, видимо, с ядом. Курары. Санта-Бланка. Сарямба. Тоже я... Хера за тут. На всякий случай. Вот, фиг его знает. Дрон в воздухе. Ещё одна цель. Рудник, да? Рудник, да? О, тут вот. Редкая птичка. Вижу третьего. Да, тут была Санта-Бланка в диких количествах. У наёмников тут работа налажена, а не по всей провинции. Я сниматически выносим в церкви всё ценное. Ясно. Цель получена. Ясно. Цель отмечена. Одним врагом меньше. Странно. Я бы его вроде и отмечал. Более того, мы же этот рудник, кстати, взрывали, помните? Да. Внимание, турель. Есть ещё одна цель. Здесь всё. Эти уроды такие неуклюжие. Да уж, да уж. Давай. Да, мы взрывали эту шахту, я прям чётко помню. Врат на мушке. Тут этот. И не один. Так я предлагаю сделать следующее. Взрыватель вставлен. Чё у нас тут? Генератор шума. Чё у нас тут? Генератор шума. Точно. Два их? Шикарно. порядок нормально и бы нехер немного патронов и расследование наемники продают антиквариат за границу и используют деньги для финансирования своей деятельности вот все данные имена контакты сделки что дальше делать перегруппируемся и перевооружимся а потом наделем жопы этим гадам отлично что ж ребята на этом мы заканчиваем с вами следующий раз продолжим я надеюсь без каких-либо эксцессов вертушка единство тихо слушай сократ что было до того как мы тебя нашли они возникли ниоткуда наверное долго готовились выбирали момент ну а нет и сюда нет да ну ладно все ребята до следующего раза пакета